Вот они эти люди, которые забывают, как пользоваться глазами прямо сейчас. И вот такой интерактив мы для них подготовили. На самом деле, ребята уже начали подсматривать и запоминать, где крестики есть, а где их нет. Какая будет задача у парней? Нужно с закрытыми глазами, посмотрев предварительно на нашу трассу, пропрыгать ее так, чтобы не наступить на крестик. Кто сделает это самым первым, тот будет и победителем этого конкурса. Ну, как мне это будет делать совсем без зрения? Я пока не знаю. Да, да, что? Вопрос из зала. Вопрос из зала. Да. Как бы это безопасно? Нет. Отлично. Тогда играем. Надо было вам вот это все клеить, чтобы еще в конце лестница вниз вела. А у нас есть лестница? Или по бокам. А давайте, кто проиграет, того спустим с лестницы. Нет. Мы и так с удовольствием с нее спустимся после 9 часов. Итак, все, мы можем запоминать? Давайте, кто из вас будет первый? Никита, конечно. Дорогу молодым. Хорошо. Хитрый. Никита, у тебя есть 5 секунд для того, чтобы запомнить. Открывай глаза. Так, поехали. И раз, два, три. Что это за секунды такие? Четыре. Я уже все запомнил. Ну все, давайте пожелаем ему удачи, ему и нашим стеклянным поверхностям, чтобы они пережили это. Мы как-то усложняем задачу на одной ноге или просто двумя можно? Как хочешь, ты хотя бы дойди. Ну давайте, вы болеете за Никиту, он пошел. Только ты прыгай, прыгай. Так, так. Пока идет все хорошо, запомнил. Так, молодец. Главное не наступить на крестик. А вот здесь сложно. Да. Пух, все, ты проводился в лапу, как говорит наш продюсер. Никита, возвращайся, но не снимай повязку, стой пока с закрытыми глазами. Стой, стой, стой. Так, Антон, уже в повязке. Давай, подходи. Так, от линии подойду. Подходи. Снимай. Снял. У тебя тоже 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Повязка возвращается на глаза, и ты можешь прыгать. Начало хорошее, но это было просто. Мальчики запоминают именно первые прыжки. А что будет дальше? Он будет потом на правой два раза. А нет, не запоминают первые. О, пошел лоб там сразу по несколько. Так, давай. Думай. Ты мне подсматриваешь? Ого, я отойду подальше тогда. Там такой замах. Ну, давай. Раз, два, три. А, ну, всего-то. А планов-то было, планов, намерений. Вот дальше Никита слетел с трассы. Посмотрим, что будет с Антоном. И сосредоточился. Молодец какой. Тебе точно там не видно? Пока идет хорошо. Финал остается совсем немножко. И, и... Молодец! Ура! Прямо сейчас под твоими ногами. И ура может прокричать каждый зритель. Никит, ну, ты чувствуешь себя униженным и оскорбленным? Конечно. Будешь реабилитироваться? Давай, давай, давай. Это надо, это нужно сделать. Давай, поднимай маску. Еще пять секунд у тебя есть. Даже пять, пять уже было. Три. Давай, раз. Два, три. Поехали, хватит мне. Три. Я знаю, на что. В прошлый раз тоже поторопился. Так. Прекрасно. Молодец. Молодец. А, вот здесь. А, Антон, а Никита сделал красивее. А он еще и на последнюю пустую клеточку наступил. А я зато по-спортивнее сделал. Я вот через клеточку перепрыгнул. Знаете, очень часто говорят, что офисные работники испытывают недостаток физической активности, как бы это исправить, физминутки или еще что-то. Нет. Чтобы заставить мальчиков прыгать, нужно немножко изоленты и немножко фантазии. Да, конечно. Повторяйте эту трассу. И женщина. И вперед в офисе. Нет. Поехали. Давай. Нет. Я на это не подписывалась. Пешком пройдешь? А пешком зачем? Нет, я не буду прыгать. Понятно. Моя цель сегодня быть госпожой этого конкурса. Все. На этом можно заканчивать.